Медвежьи озера – территория спорта. Здесь предусмотрены все условия для занятий физической культурой. Медвежки по праву считаются кузницей спортивных достижений. Сегодня на стадионе готовят к открытию новую крытую площадку для спортивных игр и соревнований в 1020 квадратных метров. Игры под 13-метровым куполом можно будет проводить уже в конце месяца. Универсальность арены позволяет проводить здесь соревнования и тренировки по различным дисциплинам – флорболу, футболу, большому теннису и другим, что активно развиваются в Медвежьих озерах. Ранее на этом месте уже была площадка с искусственным покрытием, только теперь каркасно-тентовое укрытие позволит заниматься спортом круглогодично. Сегодня монтажные работы на стадии завершения. В ближайшие дни установят климатическую систему, трибуны на 300 мест, а также все эти высотой 5 метров по периметру игрового поля. Так вот работает готовность объекта, проверил глава округа Сергей Горелов. Тренировки большого тенниса для детей здесь позволяет, но для того, чтобы играть уже как бы профессиональные размеры, полные размеры площадки, мы будем делать закладные и ставить по длине площадку. Будем проводить здесь, соответственно, турниры. А для чего такие большие въездные ворота? Фонари высоко, здесь можно вышку загнать, автовышку. На контроле власти и ход реконструкции бывшей медсанчасти в новом городке, которая проходит по программе губернатора восстановления инфраструктуры бывших военных городков. В здании появится поликлиника. На данный момент работы выполнены на 40%. Сроки, как указывает подрядчик, возможно, по согласованию с Министерством здравоохранения будут сдвинуты, хотя мы с своей стороны обеспечим теплом до 1 декабря, подачу тепла, сделаем все необходимые работы, которые находятся в нашей зоне ответственности. В связи с этим обратился к подрядчику, чтобы за эти оставшиеся дни, ноября месяца, они успели оборудовать систему отопления внутри здания. На сегодняшний день здесь работают около 30 человек, однако в планах подрядчика увеличить штат рабочих и выходить на объект в две смены. Уже заменена кровля, идет ремонт фасада, далее перейдут к внутренним отделочным работам. Объект планируют сдать в начале 2020 года, после чего последует процедура лицензирования. Объект на очень, так скажем, ежедневном, постоянном контроле, потому что мы понимаем, что это объект, который нужен нашим жителям, и соответственно наши жители будут этим объектом пользоваться, и безусловно приложим все усилия, чтобы как можно быстрее объект заработал.